Приветствую вас, Кристина. Давайте разберем ваш вопрос. Первое, что хочу сказать, то то, что мой коллега Кудрычев Игорь Леонидович так, то есть с ним я полностью согласен. Ваш мужчина, к сожалению, действительно ведет себя крайне подвесно, крайне незрело. Единственное, только я хотел бы, наверное, сказать, что, по-видимому, у него, у вашего молодого человека, с праздником, с праздниками, наверное, связаны какие-то, может быть, не очень приятные истории. Ну, то есть это могут быть разные вещи, но вполне вероятно, что человек просто боится. Есть у меня вот такое ощущение, да, что он как-то вот просто боится, боится праздников. Я не уверен в этом, конечно. Я не собираюсь настаивать на этом, но мне кажется, что такая история более чем реальна. Вот, потому что то, чем тихуй, да, это вот кратко говорит о том, что есть какая-то угроза, ну, угроза, ну, со стороны праздника. Хотя я повторюсь, я повторюсь, что вполне может быть, что это не совсем так, вполне вероятно. Я уверен, что ситуация может быть немножко другой, но вот выглядит, 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 выглядит все примерно вот в таком докладе. Пальше, значит, что нужно сделать, чтобы отношения стали нормальными. Ну, наверное, нужно, в первую очередь, вам изменить что-то в своей модели. Отношение к человеку, как мне кажется, как мне кажется, потому что вряд ли что-то изменится само собой, если вы не будете сами что-то делать. Вот, чтобы понять, что вам делать, ну, кратко-кратко посмотреть на то, что вы делаете. Вот, потому что, ну, сейчас есть такое ощущение, да, что сейчас вы не делаете ничего для того, чтобы мужчина как-то, ну, изменил свое поведение к вам, ну, по отношению к вам. Вот, дальше. 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 Продолжение следует того... Того, почему у него нет мотивации. Почему у него нет, э, желания уважительных к вам относиться. С чем это связано. А, как правило, речь идет о занятий . самооценкой, как правило, речь идёт об этом, т.е. вот у вас в чём-то здесь проявляется обесценивание, собственное обесценивание себя, т.е. вы себя обесцениваете, вот, и, соответственно, мужчина как это считывает и вас ни во что, грубо говоря, не ставит. Часательно смотреть на то, как вы себя обесцениваете с одной стороны, с другой стороны, как вы ведёте себя с мужчиной, это тоже очень важный момент, потому что, извините, человек учится отношениям с вами в том числе, в том числе, ну, на основе того, как вы себя ведёте, вот. И если вы ведёте себя как-то не так, то с этим могут быть крайне сложности, вот. надо подумать, как замотивировать вашего молодого человека, и что привело к тому, что на данный момент у него вот такое к вам отношение, мягко говоря, не очень хорошее. вот, это такой момент, такой афта, это ситуация. Дальше. Следующее. Что между вами общего? Ну, достаточно немного. Мне так кажется. Опять же. это чисто моё мнение сейчас. Я в этом, конечно, не могу быть уверен до конца. Вот. Но выглядит так, что у вас очень-очень-очень-очень мало общего, вот. раз возникают вот такие сложности, такие трудности, ну, между, между, между вами, вот. Действительно, нужно смотреть вот в этом направлении, в направлении того, что между вами общего. Вот. Понимаете? Дальше. Я уже считаю, что он специально провоцирует, чтобы уже да, это правда, но, опять же, здесь вы негативные, воспринимаете себя, вот, понимаете? То есть, ну, вот вы к себе относитесь негативно, здесь, понимаете? То есть, это вот, это негативное отношение, отношение к вам самой проявляется здесь, таким образом. И это, конечно, может быть, ну, довольно серьезной проблемой для вас, конечно, вот. Если вы, ну, если это действительно так, вот. Понимаете, да? О чем я говорю. Ну, значит, таков ответ, ну, недействительно, кажется, что, эм, вам, нам стало бы прислушиваться к, эм, ответу моего коллеги, эм, Кудрышева Игоря Леонидовича. Вот, потому как его, его ответ, он максимально раскрывает сущность вашей проблемы. Вот. А дальше уже, ну, что вам делать, я надеюсь, вы решите для себя сами. Вот. С многим человеком расставаться не обязательно, совершенно. Вот. Ну и оставлять все, так как сейчас, ну, наверное, вы понимаете, что тоже, тоже не вариант, не вариант, совершенно. А, само собой, ничего не изменится. Вот. Так вот, эм, все на этом. Я, я вам желаю удачи, я вам желаю всего доброго. Эм, я, э, хотел бы, наверное, под конец обратить ваше внимание, э, только на вот какой момент, что, э, у вас, э, как минимум, со вторым мужчиной все гладко получается в отношениях. То есть, что, с отцом ребенку у вас не сложилось, э, что, вот, сейчас отношения тоже не складываются с, э, мужчиной. Вот. На мой взгляд, э, здесь может быть, э, следствие родительского сценария, в какой-то степени. Поэтому обратите, пожалуйста, внимание на это. э, э, обратите, пожалуйста, внимание на то, о чем я говорю. Это достаточно важно. На этом все. Эм, я, э, желаю вам удачи. Я, желаю вам решения, э, э, ваших проблем. Вот. Удачи вам. Спасибо за внимание. Продолжение следует...